МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Земельные паи Аскара Нугуманова входят в состав ТО Столыпинская, но положенные дивиденды мужчина не получает, а потому желает выйти из ТО и вернуть свои земли. – У меня шестеро детей. Нам нужен дополнительный доход. Раз пользы от земли не получаю, хочу выйти из ТО. Уже два года собираю документы, но мне их никто не выдаёт. В распоряжении ТО Столыпинская – 2500 гектаров земли, из них около 2000 – посевные площади. В 2020 году хозяйство обанкротилось, не сумев погасить долги по кредитам. Таким образом, документы товарищества переданы в банк. В прошлом году имущество продано другим предпринимателям. – Замбонша, Аскар Живович. Замбонша. – Был открытый аукцион, в котором могли принять участие все желающие. Мы поговорим с новыми руководителями ТО. Думаю, они обязательно вам помогут. Ведь в их интересах сохранить пайщиков в полном объёме. А в Казалжарском районе Вруер-Геваркян пять лет пользовался выделенным им участком для огородничества и хотел бы продолжить свою сельскохозяйственную деятельность. По нормам земельного кодекса срок использования земли закончен. И для повторного разрешения необходимо пройти конкурсные процедуры. Между тем, имеется угроза не успеть на участие в розыгрыше конкурса. И тогда аграрий пропустит целый сезон урожая. На один год сейчас вам будет продлено, так предоставлено, вы работаете. И потом уже осенью, уже этого года, значит, будет конкурс, где вы будете иметь, ну, вы живёте в этом сельском округе, вы обрабатываете эту землю. К вам претензии как к предпринимателю, который недобросовестно землю распахивает. У нас есть такие, к сожалению, и немало, которые земли понабирали и не работают должным образом. Иван Насонов – житель Петропавловска. По его словам, дом, в котором он проживает, расположен вблизи ТО Казалжар-Су и регулярно подвержен потоплению. Она нигде, эта ливнёвка не чистится. Они, ну, как дужно, за дурака меня считают там, это горло до канала. ТО передали на баланс, этому Сутюшеву себя передали на баланс, ну, Ротаник. Туда жалобу писал, ни ответу, ни привета. Пришлось в прокуратуру обращаться. Представители горвода канала своим соседям помогают и регулярно очищают улицы от талых вод. А вот чтобы получить новое жильё, необходимо, чтобы дом Ивана Георгиевича признали аварийным. Если дом действительно является аварийным, это надо комиссия, комиссия, значит, надо принять. Это должна быть соответствующая проверка, экспертиза. Если у человека это единственное жильё, и оно является аварийным, только тогда государство выделяет жильё. На обследование жилищных условий жителя Петропавловска будет направлена специальная комиссия. Все поступившие вопросы взяты главой региона на контроль. В 2021 году сумма инвестиций в отрасли строительства составила 54,7 биллиардов тенге. Работы велись в трёх микрорайонах города. В эксплуатацию сдано 16 домов. В 2022 году ведётся строительство 21 бюджетного и 14 коммерческих жилых объектов. В Петропавловске планируется возведение 10 многоквартирных домов, 9 из которых расположатся в микрорайоне Капай. В целом здесь построят 27 многоквартирных домов площадью 278 тысяч 332 квадратных метров. Также жители задали вопрос, планируется ли в микрорайоне Береки открытие детского центра развития. Будет ли строительство досугого центра для развития детей и их укрепления здоровья в микрорайоне Береки? Если да, то когда начнётся строительство? Петропавловск. Петропавловцы недовольны качеством дорожного полотна и уровнем освещения. По их словам, на улице Нурложол, расположенной в микрорайоне Орман, отсутствует дорога и нет дорожных знаков. Также подняли вопрос строительства новой школы. Мы вынуждены, жители, расставлять свои машины возле детского садика Аккаин и идти пешком. Снег зимой не вывозится. На данный момент это всё разжижет. Не пройти, не проехать. Чтобы детей приучить самостоятельность и ходить в школу, просто они не смогут проходить по этой дороге. Чтобы выйти на транспорт, сесть на остановку, нет дорожного пешеходного перехода. По дорогам и по посвящению дорог я священник. Давайте план работы. Мы сейчас формируем план работы. Хотя в прошлом отношении председателя ЕКС и гражданин уже сформировали часть плана. Мы внесём план именно на этот блок именно по освещению. Гипнофаксы. Но сразу проговорю, скорее всего, весь микрорайон мы не посвящены. Вот там есть параллельный Мурлужон идёт улица, параллельный идёт потом ещё пару улиц. Наверное, мы идём в магистральный водой сначала, куда больше я здесь подъезжаю, потом будем переходить на второй степени. Школа, ну, пока что, честно сказать, в ближайший год была точно пока нет. Центр оптовой торговли сменил место расположения. Маршрутов до него стало меньше, потому петропавловцы стали реже его посещать. Предприниматели просят увеличить количество автобусных маршрутов. Мы просим наше внимание, что 24 маршрута, 6 маршрута, 2 маршрута, и если послушать, то 1 маршрута. Если хотите более детально, предлагаю так, вы представите кого-то, деливируйте для того, чтобы мы с автоперевозчиками вместе встретились, чтобы вы сами послушали. То, что вы нам написали, я предлагаю день определенный, давайте в пятницу, может быть, если у вас там время будет. Хорошо. Деливируйте там полутора человека, который что-то пройдет, а мы соберем перевозчиками. Жители, проживающие по улице Жукова, 5, 7 и 9, поинтересовались, будут ли демонтированы расположенные на территории гаражи. По словам Булата Жумабекова, для того, чтобы укрепить овраг, необходимо убрать эти объекты. Также обсудили ремонт жилых домов. На сегодняшний день ведутся работы по модернизации 18 жилых объектов. Общественная приемная регионального филиала партии посетила село Березовка в Козлужарском районе. Максим Ищук занимается реализацией крупного рогатого скота и овец. Мужчина поинтересовался, появятся ли в селе дополнительные территории под пастбище. Гульнар Хасенова проживает в селе более 30 лет. По словам жительницы, в Березовке нет мусульманского кладбища. Много людей сталкивались с трудностями, когда кто-то близкий уходил, стоял вопрос, куда везти людей. Наступление тепла, как восстановится погода, деньги как бы выделены. Мы будем делать, сказали, ворота, соберем субботник и состоится открытие этого кладбища. В селе Березовка партийцы приняли около 30 человек. Далее прошла встреча с жителями села Знаменское. Николай Гладилов обратился по вопросу обеспечения воды. Партийцы и руководство района пообещали рассмотреть данный вопрос. В ходе встречи обсуждены различные проблемы села. Установка дополнительного резервуара для воды, проведение телефонной связи и ремонт внутрипоселковых дорог. В основном выезжаем в те населенные пункты, куда раньше не выезжают, или часто не выезжают руководители районов или местные исполнительные органы. Стараемся выехать в населенные пункты, где есть более глобальные вопросы. В состав наших мобильных групп входят депутаты областных Маслихатов, районных Маслихатов, руководители, руководство управления области, поскольку некоторые вопросы нам удается решать на местах. Они не остаются без внимания. По ним будут приняты необходимые меры. Общественная приемная северо-казахстанского областного филиала партии «Аманат» посетила Акаинские и Казалжарские районы. В ближайшее время партийцы встретятся с жителями Жамбулского района. Главный вопрос на повестке дня – текущая ситуация на Петропавловской ТЭЦ, где 20 марта произошло ЧП. Причины обрушения части дымовой трубы выясняются до сих пор. Но, как сказал на заседании общественного совета руководитель управления энергетики ЖКХ Бахайт Ильясов, 15 апреля планируется приступить к демонтажу первой трубы. После обследования технического объекта будет разработан проект строительства новой. Работы предстоит немало. Чтобы будущий отопительный сезон североказахстанцы встретили с теплом в домах, ТЭЦ необходимо реконструировать. Но обойдется все это в кругленькую сумму. Только по предварительным подсчетам на это понадобится 18 миллиардов тенге. Текущий отопительный сезон ТЭЦ в 5 раз ухудшалось. Находилось состояние от 2 до 5 кодла агрегатов, а услуги теплоснабжения населению предоставлялись по пониженным параметрам. Все имеющиеся котло агрегаты в текущем осеннем периоде выводились в ремонт. Останавливались от 3 до 11 раз. При этом утвержденные графики ремонтов основного оборудования в целом выполняются. Возникающие технологические нарушения в работе связаны с высоким износом оборудования, что предположительно обусловлено недостаточным объемом финансирования инвестиционной программы предприятия. Члены общественного совета говорили о целесообразности реконструкции действующей ТЭЦ в силу высокого износа, который сегодня составляет более 60%. По их мнению, необходимо поднять вопрос возможного строительства новой теплоэлектроцентрали. Станет ли это возможно, покажет время. Результаты экспертизы заключения Государственной республиканской комиссии, которая сегодня работает на месте аварии. Говорили на заседании и о противопаводковых мероприятиях. Сегодня на территории области 85 населенных пунктов подвержены подтоплению талами и паводковыми водами. За последние 5 лет возведено более 130 километров земляных обвалований, свыше 7 километров защитных дам, отремонтировано 5 гидротехнических сооружений, на автодрогах области установлено 79 подопропускных труб, 7 тюбингов, построено и отремонтировано 48,5 километров дренажных систем. Благодаря проводимой работе угрозы сняты 170 населенных пунктов. С 10 марта сотрудники ДЧС выезжают в районы области для проверки и оценки готовности сил и средств к предстоящему паводковому сезону. На сегодняшний день по рекам, ледостав еще прочный, мы видим, что весна примерно схожа с прошлым годом и опаздываем примерно на неделю-две. Активные процессы стеготаяния и реки у нас будут скрываться, ожидаем после 10 числа, соответственно будем реагировать по ситуации. Сергеевский ядроузел работает в штатном режиме, в этом году наполняемость его проектная 693 миллиона, на сегодняшний день он на 75% заполнил, на 10% меньше даже, чем в прошлом году, то есть свободный объем у него порядка 170 миллионов. Но если говорить по приему воды через Сергеевские водохранилища, мы ожидаем где-то порядка от миллиарда до полтора миллиарда, значит, кубов. Продолжается работа по вывозу снега, расчистке арыков, открытию водопропускных труб и очернению полей. Только от Сироказахстанской области на фронте воевали более 70 тысяч человек. Каждый второй погиб, отдавая долг своей родине. Сироказахстанцы принимали участие в битве под Москвой с Сталинградом на Курской дуге. 64 земляка стали героями Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы. На данный момент нашей области осталось 17 ветеранов. Наша акция называется «Айбен де Аскер» и проводим в течение одного дня. В дальнейшем поедем в другие города Казахстана. Проводим, как уже отметил, встречу с молодежью. При этой встрече объясняем поступление в высшее военное учебное заведение и о привлекательности контрактной службой. Также будет показан концерт и выдвижная выставка музея, военно-эстерического музея. В наше время очень важно, чтобы великие потвики наших земляков не были забыты. Потомки чтили их память и знали, какая цена уплачена за мир и свободу нынешних поколений. В 2022 году отмечается 30-летие Вооружённых сил Республики Казахстан. Так, в стенах областного русского драматического театра имени Николая Погодина собрались ветераны, офицеры и члены военно-патриотических движений. Здесь представили выставку уникальных военных экспонатов, а также организована концертная программа. «Такие мероприятия проводятся с конца января 2022 года. Уроки мужества прошли в западно-казахстанской и южно-казахстанской областях, а также в городах Кокшитау и Алматы. Сегодня мы посетили Североказахстанскую область. Главная цель – показать престижность военных профессий, поднять патриотический дух молодёжи и почтить память героев казахстанцев». На выставке представлены экспонаты, повествующие об истории становления вооружённых сил Республики Казахстан. Особое внимание уделено героям Великой Отечественной войны, казахстанцам, которые отдали жизнь за всеобщий мир и свободу. Всего представлено более ста различных предметов военного быта и техники. «Цель нашей выставки – это увековечение памяти по истории героизма казахстанцев и, конечно же, вклад в Великую Победу, так как у каждой казахстанской семьи есть своя история Победы. Однако боевые подвиги, сведения о раненых, погибших, пропавших без вести, оно до сих пор остаётся неизвестно для многих казахстанцев, так как эта тема уже более 76 лет. Да, со дня памяти именно Победы над фашизмом, но тем не менее она по сей день остаётся актуальной». В мероприятии приняли участие члены детско-юношеского военно-патриотического движения «ЖАЗ Сарбас». Также для них провели урок мужества. «Сегодня я была на выставке военной техники, военных экспонатов. Мне всё в целом очень понравилось, это очень увлекательно». «Мне очень понравилась выставка вещей, которыми пользовались воины казахстанцев в годы Великой Отечественной войны. Давно хотел узнать их историю, и сегодня мне это удалось». К присутствующим с поздравительным словом от имени главы региона Кумара Аксакалова обратился его заместитель Ганин Игметов. «За прошедший 30 лет была проведена большая работа по выработке законодательной основы концепции механизмов строительства вооружённых сил Республики Казахстан. Решение вопроса сохранения вооружения, военной техники, а также подготовки собственных военных кадров и модернизации армии. Особой слов и благодарность в этот день выражаем ветеранам вооружённых сил, многие годы отдавшим свои силы, знания и опыт избранному деду. Пусть доблесть и отвага, мужество и стойкость защитников служат примером для тех, кто сегодня с честью исполняет свой воинский долг». Заключительной частью торжественного мероприятия стал концерт творческих коллективов северного региона. Сегодня в этом зале представители исполнительных органов и общественных организаций, почётные граждане региона, общественные деятели, председатели районных совета ветеранов и труженики тыла. Поздравляя участников праздника, с юбилейной даты председатель областного совета ветеранов Искендир Юлисизов отметил, что за 35 лет своей деятельности ветеранская организация области окрепла организационно и идейно. И сегодня ведёт плодотворную работу, активно участвуя в общественной жизни региона. Он выразил уверенность в том, что старшее поколение северказахстанцев несёт достойный вклад в реализацию государственной концепции строительства нового Казахстана. «Наши нынешние достижения стали возможными благодаря распространенности ветеранской организации в области. В них есть доля вклада каждого из вас. И нынешний юбилей – наш общий праздник. Его мы встречаем достойно. И эта дата войдёт в историю ветеранского движения в области. Впереди нас ждут более масштабные задачи. Уверен, что они нам по плечу. С праздником, дорогие ветераны!» За 35 лет проделана большая работа по объединению пенсионеров. Но в результате того, что многие предприятия ликвидированы, связь со многими ветеранами потеряна. В Совете ветеранов Петропавловского отделения железной дороги – 250 человек. Организация считается одной из старейших. Создали её 38 лет назад. «Мы работаем по коллективному договору, который объединяет и работников, и пенсионеров. Очень много льгот. Все работники, все пенсионеры, вышедшие на пенсию в зависимости от стажа, получают льготы. У нас бесплатный проезд на поезде раз в год. У нас оказывают материальную помощь на зубопротезирование, материальная помощь на высокотехнологичные операции, ну и на дорогостоящие лекарства». На мероприятии выступили коллективы художественной самодеятельности, ветеранской вокальной группы, танцевальные ансамбли. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Льин сообщил, что все службы ЧАЭС активно готовятся к паводку. Обменялись информацией, сказ гидрометом и перешли на режим прогноза. В ближайшее время будет повышение температуры и активное таяние. В целом 47% территории страны покрыто снегом. Но подтопляемые территории – это прежде всего Кмолинская и Североказахстанская области. Снежный покров реки Ишим здесь высокий. «По ледяным заторам, это является профилактическая работа, по взрывным работам, которые проводятся на территориях на сегодняшний день, проведены взрывные работы на 57 участках рек. Различная, будем говорить, пропускная способность увеличена. Это по Яртышу, Уба, Бухтарми, в ряде регионов Еселя, Селите, Табола. Было использовано более 17 тысяч килограммов взрывчатых веществ. Но данная работа будет продолжена с учетом мониторинга ситуации, которая складывается». Существует риск подтопления 85 населенных пунктов Североказахстанской области. В 30 из них существует риск паводков. В 40 населенных пунктах – активного таяния снега и образования талых вод. В 13 – увеличение объема воды и дополнительного оттока воды из водных артерий. Кроме того, ведутся взрывные работы на малых реках области. На сегодняшний день в двух районах проведены ледокольные работы. «В целом, исходя из практики, у нас сформировано 8 направлений. Группировка сил и средств правоохранительных органов. В целом она состоит из 475 человек и 134 единиц техники. Но это на случай осложнения обстановки. В целом, мы будем направлять свою группировку в малые районы. Это Габита, Мусрепово и Артавский районы уже со следующей недели. Ну, как я сказал, в те населенные пункты, которые в результате повышения уровня температур плюсовых, будем сосредотачивать в тех районах, где могут создаться риски подтопления дворовых территорий и жилых водомов талыми водами». Во время брифинга представители средств массовой информации задавали министру вопросы. Североказахстанская область является одним из наиболее подверженных наводнениям регионов. Повторятся ли разрушительные последствия наводнения 2017 года? И когда начнется строительство Бузулукского водохранилища в Акмолинской области? «Касаемо такого же разрушительного 2017 года, я думаю, такое не должно произойти, потому что были в том числе за счет республиканского бюджета выделены финансированные по укреплению и недопущению подтоплений, в частности, ряда районов города Петропавловск. Эти дамбы, которые построены, имеют отличное состояние, обеспечивают защиту населения уже в течение более чем пяти лет. И я думаю, это один из показателей, что в дальнейшем такие мероприятия имеют свою эффективность. Что касается Бузулукского водохранилища, то это непосредственно прерогатива Министерства экологии, Комитета по водным ресурсам. Насколько я располагаю информацией, что разработка технической документации идет, вот, естественно, паводкового периода, прошу прощения, говорить о том, что кто-то приступит к работам и он обеспечит накопление, в этом году, к сожалению, не приходится. По срокам строительства, я думаю, мы уточним у наших коллег и в дальнейшем доведем информацию, планируется и в какие сроки он планируется строительство. В целом, на сегодняшний день в области активно идет работа по уборке снега. В областном департаменте ЧАЭС создан штаб борьбы с паводком. С учетом усиления мер принято решение о переводе на круглосуточный режим работы всех служб гражданской обороны в районах и сельских округах. С 30 марта на пульт 101 поступил тревожный звонок. Подразделения противопожарной службы выехали на место незамедлительно. Согласно тактическому замыслу учения, возгорание произошло на сцене театра и начало распространяться по всей площади помещения. Сегодня на пульт 101 поступило сообщение об условном возгорании в драматическом театре на сцене. Были привлечены силы и средства гарнизона города Петропавловска по повышенному номеру вызова. На данный момент привлечено 3 пожарные части, 3 больших части пожарные, 48 человек личного состава, 6 единиц автоцистерн и 2 автолестницы. Такие учения у нас проводятся ежемесячно на крупных объектах для изучения конструкций, также для отработки персоналом действий при пожаре. Благодаря незамедлительным действиям противопожарной службы очаг возгорания быстро потушили. Оказана первая медицинская помощь двум пострадавшим. По словам пожарного спасателя Станислава Мищенко, такие учения закаляют дух. Первоначальная наша задача была найти пострадавших, вывести их на свежий воздух, передать скорой помощи. После этого мы возвратились обратно и уже тушим пожар. Как бы в принципе на этом наша работа закончена. В пожарной охране я работаю уже около 10 лет, работа мне нравится. Каждый месяц у нас проводятся учения обязательно, особенно такие большие объекты, потому что нужно их знать, чтобы когда действительно произойдет вызов, пожар, чтобы там не ходить, не теряться. А примерно расположение комнат, мест, где что может находиться, знать. С начала года по состоянию на 13 марта на территорию области произошло 115 пожаров. Погибло 12 человек. Месяц Рамадан начинается 2 апреля и заканчивается 1 мая. По традиции мусульманинам в течение месяца запрещено есть и пить в светлое время суток. В этом году после двухлетнего карантина в мечетях будет совершаться вторых намаза. А также в два раза в неделю будут накрывать обеденный стол. Сумма пожертвования составит 500 тенге. По словам главного имама региона Хамзата Хажамуратулу, в священный месяц запланировано много мероприятий. В этом месяце у нас откроются краткосрочные курсы по чтению Корана. Этот год объявлен годом детей. Что касается этого, то в центральной мечети Козлужара обучаются дети и школьники. Они изучают Коран. Для них есть специальные маленькие чернильницы. В соответствии с тем, что они изучают, мы планируем организовать конкурс. Также благотворительный фонд «Закат», созданный при духовном управлении, организует в священный месяц масштабные благотворительные мероприятия, такие как Шарапатта Рамазан, Рамазан Хоржана, Рамазан Таберега. Если у кого-то есть вопросы по месяцу Рамадан, вы можете обратиться по номеру 46-34-70 в колл-центр. Пожилые люди и те, кто по состоянию здоровья не смогут держать пост, могут пожертвовать Фидии. Его размер составляет 3000 тенге. Отметим, что ночь с 27 на 28 апреля считается ночью предопределения, а 2 мая – Ораза Айт.